Наталья Иванова Наталья, а что такое круги? Ну, это занятия, когда несколько практиков рейки объединяются, именно групповое занятие. А вот в ревью сказано, что вы еще занимались восточными единоборствами долгое время. Ну, это вся моя юность, да, была. Чем вы занимались? Ну, начинала я с УШУ, а заканчивала рукопашным боем. Ого, нормально. А как вас так вообще занесло в тата-хилинг? То есть от рукопашного боя до тата-хилинга как бы оно рукой подать? У меня спорт вообще с детского сада был, с самого раннего детства. И я там и плавала, и лыжами занималась, и много чем. И рукопашный бой был не последним моим видом спорта. Вот сейчас уже, когда более-менее подросла, я занимаюсь уже более мягкими видами спорта. Хотя есть некая тоскапа восточным искусствам боевым. Тата-хилинг был не первой практикой. Я пошла в практик, скажем, первой серьезной практикой, да, это именно была рейки. Система естественного исцеления. И я уже в прошлой программе рассказывала, что, к сожалению, мы зачастую приходим к духовным практикам только хорошенько потрёпанной жизнью уже так, когда происходят в жизни стрессы, проблемы. Поэтому стала искать, что же, почему в моей жизни происходят неприятности, как мне казалось неприятности, да, как же мне так жить, чтобы исправить ситуацию. И вот пока я не задала вопрос, почему я привлекаю в жизни определенные вещи, почему именно со мной такие вещи происходят. Всё, пошли ответы, пошли нужные книги, пошли нужные люди, пошла информация. И вот так вот этот хилинг объявился очень быстро, достаточно быстро, очень интересно. И сначала мне попались книги, я поняла, что это вполне прекрасный инструмент, и всё, я дальше пошла учиться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...